Надежду на то, что мы все-таки с тобой рано или поздно встретимся. Также Ване Качугову тоже, тренеру команды Статсману, команды Гамбит. Ну и, конечно, как не сказать про моих братюней из команды Na'Vi, Золотареву, Кучерову. Всем, всем, всем привет, ребята. Я считаю, что это большая победа прямо сейчас именно того, что наш регион, наши ребята играют в финале. Поехали смотреть. Натус Винцера атакуют, Гамбит играют в защите. Да, при этом все очень аккуратно происходит. Никто не стал слишком агрессивничать. Стандартно выглядит защита у команды Гамбит. Два игрока на пленте, два игрока находятся в районе джангла. Хотя нет, Интерс один на базе боя. И это, возможно, тот самый сюрприз, которым Гамбиты будут удивлять команду Na'Vi. Пока у нас такой бесконтактный бой. Ну, ничего особо не происходит. Но мы видим на карте, что Na'Vi стягивают все свои силы под базу боя. Сейчас постараются вскрыть эту точку у команды Гамбит. Интерс и Нафаня на приеме. Под флешку Na'Vi начинают свою атаку. Вот здесь будет все зависеть от того, проверили Интерса. Проверили. Но Аксель и Нафаня неплохо справляются. Вот это развалисимо. Прогнали Костыль во гранаты. Ну, собственно, что же дальше будет делать Na'Vi? Ну, заняли джангл. Очень глубоко играет Гамбит. И пытается максимально дисциплинированно в этом моменте доигрывать уже раунд. Хоббит делает минус по симплу. Хоббит, оба и отличная работа от него. Аксель также оформляет килл. Нафаня ставит точку. Привет Анатолию Яшину. Галиль. Галиль. Прекрасное оружие. 35 патронов. Почему нет? Первый контакт пошел уже у нас от Бумыча. На центре карты отлетает уже Аксель, как мы видим, в следующий раунд. Но, возможно, удастся сделать рефраг. Вот он широ делает килл по перфекто. Хоббит параллельно забирает ковры. Так, ну что это? На'Vi пытались атаковать сразу по нескольким фронтам. По флешечку. Отличный врыв от Хоббита. Забрал бита. 2 в 4 ситуация. А ведь как все хорошо начиналось для команды Na'Vi. Нафаня делает фраг по симплу. Опять же, есть информация по Бумычу. Он 1 в 3. Здесь уже будет довольно тяжело Кириллу. Очень глубокие позиции с трех сторон просто. Были расположены игроки команды. Надо будет удивлять. И мы видим, что более, скажем так, пластично пока что выглядит команда Гамбит. Но это только начало первой карты. Вау. Электроник. Хорошее начало. Выключает Нафаню. Аксель на размене. Забрал симплаг. Акселя надо не отпускать. И, собственно, это делает Папа Троник. Тут очень хорошо. Прошел колл. И сразу же реакция от Na'Vi. Начали вместе, втроем пикать игрока команды Гамбит. И уже численное преимущество для Na'Vi. Гамбит в меньшинстве. Но, опять же, напоминаю, что нет арморов здесь у Natus Vincere. И только этот факт, наверное, все еще вселяет надежду команде Гамбит на то, что раунд они все-таки могут забрать. Na'Vi нужно запотеть. Na'Vi нужно запотеть и как-то отыграть наверняка вместе. Или же оставить под базой Бэбита. Идет стяжка под А у Na'Vi. Что делают Гамбит? Давайте посмотрим на их реакцию. В маркете играет Широ. Абай, он же Хоббит, находится на джангле. И такая довольно пассивная отдача базы А. Ну и Интерс, судя по всему, в шарте. Боковры. Нет, это Боковры. Это очень хорошая позиция, которая позволяет Гамбитам, ну, скажем так, укрепить остатками игроков как раз-таки позицию Атланта. Вот основная проблема для Na'Vi – это пройти снайперскую винтовку Широ в отсутствии гранат. Там есть только один коктейль Молотова. Это будет сделать очень и очень непросто. Нужен размен, конечно. Но тут прекрасная позиция от Широ. Ну, промах. Довольно странно. Na'Vi начинает заходить на базу А. Тут Хоббит на джангле. Отличная позиция. Заливает на 30. Делает 2 кила. 2 в 2 ситуация. Прямо сейчас 10 секунд до конца. Ну, по Широ есть информация. Постарается битву от него не открываться. Перфекта тем временем устанавливает бомбу. А вот промах от Широ и Валера за эти оплошности наказывает. Интерс в спине. С большой вероятностью должен забирать Перфекта. Ну и дальше в ситуации один в один разыгрывать клатч против бита. Есть смог. Бомба в дефолте. Нет, а бомба, кстати, по центру. Очень неприятная. Ну, скажем так, для игрока атаки, с учетом того, что там есть смог, бомба не самая лучшая. Есть информация. Проигрывает дуэль Интерс. Бит. И команда Na'Vi берет экономический с пистолетами. Но здесь... Но, опять-таки же, задача не из простых. Попытка проверить ковры от электроника. Широ к этому готов. Численное преимущество для Gambit. Na'Vi выходит на центр карты. Кстати, вчетвером играют через middle. То есть, если говорить о контроле, то его нет. Бомба слишком глубоко на телевизоре. По-моему, сейчас как раз-таки за ней отправился Перфектом. Есть подсадка в окно. Возможно, будут именно через зону джангла отыгрывать здесь Na'Vi. Что касается защиты Gambit, то это 3 плюс 2. Так, по большому счету, и тоже нет упорных позиций на базе. То есть, там в целом позиции тикетбокс и коннектор. Так, интересно, какое же все-таки решение примет команда Na'Vi. Если отправятся в шорт, там их ждет очень и очень большой сюрприз. Снайперская винтовка Акселя. Скорее всего, это оружие как раз-таки у Na'Vi нечит. Точнее, у Gambit не читается. И Аксель сможет удивить. Вот это проверочка. Ну, дальше есть размен от команды Na'Vi. Бит, отличное открытие в бэп вон там. На фане и Шира. Ситуация 2 в 3, 30 секунд до конца. То есть, Бит на машине двоих убил? Ой-ой-ой, как же это было жестко. Дальше Бит обходит бэксайд на фане, находит фраг по перфекту. Бит делает еще один килл Шира. Один в два. Что делает? Пойдет, судя по всему, через шорт. Будет ли вообще играть в этом ретейке? Нет, это сейв. И тут, конечно, мы не видели фраги от Бита. Там что-то залетело нелегальное. Там один погиб на машине, а второй на Б-доме. Давайте просто будем оригинальными, и каждый покажет, на что гораздо. Ну что, экономически у нас, наверное, прогнозировано для команды Gambit. Симпл уже находит фраг по Интерсу. Все еще Шира не раскрыл свою позицию. Он играет в шарте. Ну и Na'Vi нужно отыграть здесь спокойно, аккуратно. И, в общем-то, безошибочно у Gambit. Немножко должны быть развязанные руки, учитывая то, что они играют эко. Но при этом все-таки это достаточно пассивные позиции. Шира с АВП не ищет фраги. Ну и отмечаем хорошую реализацию первого распауна под базой Б от Александра Костеля. Подвою в прыжке товарища Интерса. Ну, что будет дальше? Выход на базу Б. У Шира по-прежнему есть возможность насолить Na'Vi в этой атаке. Промах. При этом симпл попадает. Нафаня включается. Забрал перфекта. Уже 3 в 3 ситуация. Можно цепляться за этот раунд в команде Gambit. Хороший угол для Шира. Кстати, проблема у Na'Vi в том, что у них нет гранат. Нет гранат. Да, да, только одна ХАЕшка. И тут такой очень... Какая ХАЕшка! Просто трехочковая прилетела. Ну вот тебе Саш Симпл, который нашел ключевое решение и, собственно, выключил основную опасность на Б-планте у команды Gambit. Попытка унести снайперскую винтовку Симпл не отпускает. Забрал нафаню. Капитан пытался унести этот девайс в следующий раунд, но мы видим, что эта попытка не закончилась результативно. Ощущение, что Симпл специально стрельнул, чтобы забайтил именно тем, что... И по ощущениям это задумка именно в данном случае Gambit играть пассивно по направлению. А в это время, как мы видим, Аксель находит фраг по перфекту. Как-то довольно легко это было. При этом Широ находится в подвале. Эта информация должна быть по базе Б. Ну а Валера пытается агрессировать. Боковры дуэль против Индерса намечаются. Тем временем троица игроков Na'Vi уже вскрывают оборону Апланта. Падает Бумыч. Саша Симпл. Нет, Хоббит сегодня хорош. Хоббит делает два важнейших килла. Na'Vi так и не зашли нормально на. Бита убили. Бит был там люркером. То есть, я так понимаю, он должен был выходить. Игра от Gambit. Сейчас более классический такой вариант. Тикетбокс, коннектор. И под коврами играет Хоббит. Симпл находит фраг по Нафане. Это было, кстати, как раз таки в коннекторе. Ну, собственно, погибает капитан команды Gambit. Подсадочка в окно. Бит. Не чекает лифты. Аксель его спокойно забирает. Так, а знает ли Аксель о том, что его уже авик контролит? Нет, не знает. Симпл делает килл. Na'Vi здесь цепляются. Просто выгрызают раунд. Бомба на центре карты. Очень широко действует Na'Vi. Есть позиция в окне. И вот прямо сейчас выигрывает важнейшую дуэль для себя и своей команды Интерс. Это даже была не дуэль. По сути, это была спина Бумыча. В это время Симпл задетектил джангл. Na'Vi только сейчас забирают бомбу. И что будут делать дальше? Смещение в сторону Апланта. Симпл проблемы. Хоббит пытался сделать минус-пину. Промах от Широ. Но это, может быть, станет фатальной ошибкой. Широ зажимает со всех сторон в Апланте. Хоббит никак не мог помочь своему тиммейту. Ну и, собственно, на классе. Просто на классе команда Na'Vi. Такие раунды нельзя проигрывать, ребята. Надо включаться. 4 в 4. Счет 4 в 4. Но при этом, как мы видим, есть все-таки байраунд от Гамбит. Так, попытка агрессировать через коннектор под флешку тиммейта на Фаня. Забрал бита. Это было достаточно просто. И коэффициенты от наших друзей из Parimatch. 4 в 4.75 на Гамбит. Неожиданно для оппонентов. Так, хороший минус от Акселя. После промах от Широ добирает перфекта. Это уже большинство в два игрока для команды Гамбит. 50 секунд остается у Na'Vi в этой атаке. И на Фаня дерзко. Четко все. Все четко. Гамбит, смотри, опять продолжает играть глубоко. Но при этом Na'Vi получает пространство и не знает, что с этим сделать. То есть один раунд, да, хорошо прочитали, зашли. Следующий раунд, смотри, вот из этих трех, да, один и не взяли. Где-то это работает. Сейчас посмотрим, может быть, все-таки получится взять команде Гамбит стрик. Потому что потом-то уже придется отыгрывать в атаке. Пятый раунд забирает Гамбит. Опять же, все здесь было хорошо. Не было даже намека на борьбу. Что Гамбит? Гамбит здесь по классике 3 плюс 2. Нельзя сказать, что особо какие-то закрытые позиции. Аксель через Шор делает выпад на симпла. Гумыч находит минус в ответ. Ну, кстати, раз за разом у Нафани возникают серьезные проблемы в коннекторе. И неоднократно капитан Гамбит становится эндрифрагом для команды Нави. Ну, и Акселя перестреляли. Повторная агрессия зигзага не работает. Валера Ваховский был действительно хорош в этой перестрелке. Раздобыли численный перевес. Рожденные побеждать. Никуда при этом не торопятся. Продолжают по-прежнему контролировать позиции. Ну, и дожидаться всевозможных агрессий со стороны Гамбит. Царская хаешечка подлетела под пятую точку Бумыча. Но чудом выживает капитан Нави. 2% здоровья. Шира идет до конца. И в очередной раз промахнувшись, дарит надежду Нави на победу в этом раунде. Что-то не так у Шира. Не хочется... Не хочется... Ну, вот не летит. Вот так вот. Не летит, не попадает, проигрывает позицию. То есть, опять же, да, он знал, что оппонент в упоре. Почему не убил, не знаю. Перед этим также он был в пленте, тоже выстрелил, не попал. Перед этим на тикетбоксе точно так же выходили на него, выстрелил, не попал. Ну, типа, есть результат. Так, давай посмотрим. Отсутствие, вернее, результата. Как будет справляться Интер с этой атакой на базе Б? Хорошая попытка. Кстати, он мог, на самом деле, убить тут двоих. Ну, в итоге остается у нас Абай. Один в два и будет сейвить АВП. Хотя мы видим, что у Нави здесь как... Что у Нави? Начиная с дефолта, никто никуда не торопится. Будут пытаться находить свои энтри. И Валера Бит проигрывает стартовую перестрелку. Нафаня был сильнее в этой перестрелке. Удивительно, насколько ровно идет игра по раундам. Ты обратил внимание? Да, качели. 3-3, 4-4, 5-5. Это просто поразительно. И динамика какая интересная, да? Нету каких-то быстрых врывов, ранних контактов, знаешь? Вот часто, когда играется Мираж, там многие команды предпочитают сыграть контактный быстрый раунд под Б. Да, там дать какой-то первый килл и выйти сразу. Все очень осторожно. Нави собирает информацию. Гамбит играет глубоко. Отдают пространство своим оппонентам. Бумыч в лифте. Говорит, пацаны, где Гамбит? Я не могу их найти на карте. Надо проверить все точки. А Гамбита не есть. И это называется глубокая защита. Да, без каких-либо рисковых движений. Хотя, посмотри, что делает Интерс. Контактный такой вот диффенс на Б-пунте в коврах. Ну, вообще, там укрепление три игрока у Гамбит. Ну, видим, что не угадывают Гамбиты, хотя постепенно начинают свою стяжку. Там Интерсовым как-то расшевелится на Фаня. Важный минус. Будучи красным, забирает капитана команды Нави. Аксель находит перфекция. Кстати, у перфоратора вообще не летит. Посмотри, пять в ноль просто раунд. Просто пять в ноль. И это уже, по-моему, третий раунд, в котором денег на следующий раунд оставили, но немного. Ну, у них там серия Лус Бонус. Два раунда они проиграли. Сколько они получили? Две четыреста. Симпл находит фраг. Так. Тут опасненько. Два красных. Минус по перфекции. Да, два красных. И эти деглы, на самом деле, могут здесь все еще поработать. Пошла стяжечка в сторону куда? Непонятно. В сторону шарта. Да, Хоббит у нас тут прижимает уже пид. Мы только что видели его позицию активную. То есть, так или иначе, Абай собирает информацию для своей команды. Тут Симпл с Эликом заходят в лифты. Минус Широ. Минус Широ. До конца непонятно, вот почему снайпер, будучи красным, пытается стоять. Сразу контролирует две позиции. Электроник находит минус Панафани. Это было два красных игрока команды Гамбит. Ну, вот теперь ключевая позиция у Хоббита. Если Абай будет открываться... Да, у него идеальный тайминг. Да, он все тут грамотно действует. Читает. Просто Хоббит красавчик. Ну, позиционка шикарная прямо сейчас. Симпл забирает Хоббита! Иддерс один в один. Как так? Что произошло вообще? Иддерс выигрывает этот раунд. Какая попытка! Кажетный напиток для геймеров. Экономический от команды Нави. Широ открывается через интерпасс. Забирает здесь Перфекта. Аксель уже на позиции. Также Нафаня прикрывает топ-мид. Четко отыгрывает здесь парни из Гамбит. Хороший перекрестный огонь был организован на центре карты. Ну, и 5 в 2 уже ситуация. Тут, по сути, раунд на статистику. Если Гамбит не допустит критических ошибок. Так, там Симпл пытается креативить. Вышел из ковров, но Хоббит эту попытку пресекает. Чистый, очередной чистый раунд для Гамбит. 5 в 0, да. Кто кого? Есть гранаты у одного и у второго. Так, какой тайминг неприятный. Молик прилетел в окно. Да, попытались здесь выкурить бета. Как он это уверенно сделал? Очень уверенно. Очень красиво все было. Причем у Акселя было стопроцентное понимание о том, что Бит находится в лифтах. Туда тиммейт накидывал Молик. И под все это Аксель делал свою агрессию. Но Валеру так просто не взять. Все верно. Есть уже пространство у Нави. Тут Бумыч еще и параллельно выходит на джангл. Его просто никто не фокусит. Погибает на Фаня. 5 в 3. Нави здесь чудесно отыграли с точки зрения расшатывания обороны. Ну и теперь, возможно, Гамбит просто нужен какой-то герой в этом раунде. Кто сможет остановить команду Нави? Пока вопрос. Широ у нас на тикетбоксе с Авиком. Симпл уже его контролит. Судя по всему, бомба пойдет именно на А. А, ну да, как раз таки она у Алехандро. Ну вот позиция Хоббита меня немного смущает. Он на сэндвиче с поддержкой в лице Широ. Электроника не читает. Алекс спокойно делает размен. Ну вот теперь должна быть информация по снайперской винтовке. И опять-таки же, ну у Широ нет возможности наводить тот самый шорох. Симпл попадает снайпера команды Гамбит. Ну и прострелами Широ должны забирать. 1% здоровья. Нет, Перфекта не отпускает. Шестой раунд. Вот так проводить сравнение. Ну опять-таки же, мы же говорим о том, что у Широ не летит. В целом не летит, да. Но и он не двигается по карте. То есть он эти киллы даже не ищет. Возможно, это установка команды. Нафаня делает минус по бумачу. Численное преимущество оформлено для команды Гамбит. Ну и опять медленная, размеренная игра от Нави. Так, затишье перед Бурей. Бит в гордом одиночестве на центре карты. Без какой-либо поддержки тиммейтов становится легкой добычей для Нафани. Ну и теперь тиммейты постараются выйти на плент. Опять-таки же, задача пока что выглядит невыполнимой. Нафани, ну ты же знаешь, что чел в Пелосе. Ну, кстати, он так получается по итогу неплохо забайкил. Как мы видим, Элик включился и Широ оформил этот фраг. Ну что, два оставшихся, Перфекта и Симпл. Выходят через ковры Пит. Симпл сжигает Хоббита. Фраг от Симпла. 2 в 3 ситуация. Аксель делает минус по Симплу. Здесь Перфекта. 1 в 3. Очень тяжелое расположение. Здесь вообще по нему есть информация. Все. Четко отыграли Гамбит. Девятый раунд они в итоге забирают. Ну, кстати, коэффициентики очень даже интересные. Да. Да? Да. Тут все... Позиционочка у Нави, скажем так, не с полным, но с акцентом в сторону базы B. Два игрока постараются остановить выход Гамбит. У Бита особо не получается. Хорошо распрыгались и Глоки, но Перфекта Симпл как же быстро находит два первых минуса. 3 в 5. Ну и хорошие смоки также отзонили себя, как мы видим здесь. Ребята из Нави бит, делают килл Симпл. К сожалению, мы фраги не увидели от игроков защиты. Но факт остается фактом. Аксель пока не погиб. 1 в 3 ситуация на 18 хиллспоинтов. Очень непростая прямо сейчас у него позиция. В итоге Нави очень уверенно. Очень уверенно забирает пистолетку. Особенно, когда игра затянется в лейт. Когда уже будут более поздние раунды, когда будет очень важна экономика. Симпл съедает просто здесь троих уже в миде. Электроник пропускает под собой кого-то из команды Гамбит. Это Интерс. Да, Интерс последний с Глоком. Здесь погибает чистый раунд для Нави. 8-9. Хороший байт от Электроника получился. Сделал вид, что уходит. Саша, позовите кто-то Сашу. Сашу можно к телефону? Здравствуйте, а Саша дома? Ага, Нафаня! Как это было жестко вообще. Просто на лету буквально. Так, есть ответ от Тимпла. Вот он Саша. Но тут же размена от Сешира и Акселя. Очень быстрый динамичный раунд у нас предлагает команда Гамбит. Но Нави здесь в меньшинстве 2 в 3. Причем как первые, так и вторые пытались серьезно подраться за центр карты. Но распаун и Гамбит оказались полной неожиданностью для ребят из Нави. Два красных у Гамбитов, 25 у Интерса, 46 у Широ. Ну ладно, Широ половинчатый. Соточка у Акселя. Перфекта Бумыч. Попытка угадать, укрепить позиции базы Б. Но мы прекрасно с вами видим, что Гамбиты двигаются в противоположном направлении. Но и Нави не стоят на месте. Бумыч уже поджал бы ковры. Ну вот тут, наверное, самый большой вопрос. Осознав, что бомба установлена на Апленте, пойдут ли на это выбивание Нави, что-то мне подсказывает, что нет. Будут сейвить. Есть ощущение, что это будет сейв. А, не будет, подожди, спокойно бомба отменяется. Так-то уже 2 в 2 в ситуации. Боже, какой гениальнейший прошив. Так, и Бумыч отправляется в спину и постарается максимально быстро оказаться в яме. Точнее уже получается Ямыч. Смотри, на ретеке есть молик. Гамбиты не торопятся с установкой бомбы. Падает Перфекта. Бумыч один в два. Ну, кстати, тайминг для него неплохой. Внутри плента отыгрывает Широ. Не ждал он Яму. В таком тайминге Кирилл откидывает флешку 20 секунд до конца. Дуэль против Акселя, который просто выкатывается. И Аксель играет Б-дом, откидывает Молотов. Так, по ходу Перфекта заметили. Это информация. Ну, вот у Акселя нет никакой поддержки. Выйти так просто на позицию Перфекта однозначно не даст холпующий игрок на базе Б. А тем временем Хоббит погибает. Электроник дает килл по Хоббиту. Численное преимущество для Нави. По-моему, Нафаня здесь в курсе, где находится Бумыч. Ну, вот это уже была серьезная заявочка на победу в раунде. А что за перестрелки как-то по одному? Непонятно, что здесь задумали ребята из Гамбиты. Интерс ловит Симпла. Это была снайперская винтовка. Это было АВП с легким армором, которое Интерс наказал. Кирилл забирает АВИК в итоге. Но преимущество сохраняется за Нави. Аксель идет у нас в шорт. Услышал он, по-моему, бита. Выигрывает дуэль. Очень уверенно здесь Аксель открывает базу Б. И Нолтерс с Бумбой в яме. Да, обрати внимание, нет никакого смещения. Широ находит фраг по Элику. Есть информация по Бумычу. И вроде как Гамбит понимает, что Перфекта это опорник базы Б. 15 секунд до конца. Бомбу надо забрать, ребят. Бомбу надо забрать, Гамбит. Ну, Широ понимает, что любое открытие от Бумыча может закончиться для него смертью. Перфекта важная дуэль. Проигрывает эту перестрелку Широ. В итоге Бумыч меняет девайс на ФАМАС. Бомба стоит. И здесь уже Широ. Через ковры втроем играет сейчас Гамбит. Какой-то такой интересный от них раунд. Довольно креативное предложение. Ну и Аксель выходит уже через коннектор. Забирает он электроника. Дальше можно заходить спокойно команде Гамбит на базу А. И они это делают. И Аксель внедряется у нас на джангл. Но опять же мы понимаем, что у Нави по сути даже нечем ответить. Ни гранат, ни пистолетов. Команда Гамбит отыгрывает отличный контактный раунд через ковры. То есть по динамике, по пониманию экономики это шикарное решение. И это 12 раунд для Гамбит. Напомню, что Мираж это выбор команды Нави. Да, проигрывать его точно не хотелось бы. Потому что непонятно до конца для Нави, что же такого приготовили Гамбит на карте Эншн. А там однозначно будут сюрпризы. Конечно. Ну и команда Нави для всех нас. И возможно даже для самих себя. Только автоматическое оружие. Смотри, нет диффузов и минимум гранат. По всему дефицит, да. Все именно так. Коэффициенты от наших друзей приматч. 2.42 на команду Нави. 1.52 на Комбит. Как разобрался Аксель. Сереженька, что ты творишь? Хоббит забирает Умыча на ровном месте. Команда Нави уже получает ситуацию 2 в 4. Бомба ставится под базой А, и Нави вынуждены сейвить. Ну подожди, Саш. Симпл смещается в КТ. Забрал Нафаню. При этом Широ постарается не отпустить. Есть информация о том, что Симпл красный. Но Александр Костелев меняет направление и уходит на сейв через Зигзаг. Сердце хочет пушить, но голова хочет сейвить. Ничего себе, он мигрирует по карте Мираж. Перфекто. Работа под флешку тиммейта. Хоббит остается красным. Ну, а дальше вы все видите. Сами Аксель Интерс. Два шикарных минусов. Скрывается оборона ВАЗ и ВС. Здесь есть еще Бит, который с Зигзагом уже вряд ли что-то придумает. Не смог вовремя забрать М-ку. Тут отличная стрельба. Этот сплит-выход максимально эффективным получился. У Нави не удалось ни одного минуса сделать. 14-й для команды Гамбит уже не за горами. Элик и Бумыч, конечно, в поисках этих девайсов. В этом раунде от Гамбит мне очень нравится. Никто никуда не торопится. Они играют на нервах рожденных побеждать. Да. Ничего не происходит на карте. И, наконец-то, есть антрефраг для команды Нави. Бит забрал на Фаню. Симпл ликвидирует Акселя. 3 в 5. Ну, такой раунд Нави уже проигрывали. Ну, растащили, да, из сам Гамбит. Тут дуэль от Интерса. Кидывает Молотов на тикет. Симпл уже в джангле готов закрывать ковры. Элик поджимается под яму. Получает под себя флешку. Это смог, кстати, был. Интерс погибает. 5 в 2 ситуация. Вот в похожем ключе, да, вот давай вспомним. Играли Гамбит в защите. Да. Тоже вот эта вот глубокая защита такая. Хотя вроде как у Симпла была довольно активная позиция в коннекторе. И Бит тоже с шарта открывался на лавочку. Но вот если Нави подстроятся и будут играть в похожем ключе, то Гамбит будут тратить много времени на получение пространства. А потом еще вопрос будет. Ну, потому что мы слышали достаточно много. Ну, так-то. Я думаю, они не очень хотели, не очень планировали, чтобы так много мы слышали. Широ! Это очень важный килл. Через подсадочку на центре карты есть ответ от Электроника. Работа под флешку Валерия Ваховского. Забрал Акселя в подвале. Ситуация на карте подровнялась. Да, но и при этом, опять же, есть у Гамбит понимание, что оппонент тоже поджимал андерпасс. Будут ли спасать здесь Элика? Или это просто будет отход? Да, в итоге Хешка на топ-мид. Элик занимает закрытую позицию. 4 в 4. Нафаня топ-мид. Опять же, очень глубокая позиция от Интерза. Он смотрит поджимы с А. Вот Гамбит ожидают активных действий от Нави со стороны Ковров и Пита. Да, если говорить про А-базу. Но Нави там не жмут. Вот только что был поджим андерпасс. Это то, что мы видели. Бэдом тоже вроде как не агрелись. То есть, по большому счету, да, это все еще та самая закрытая модель. Однако Бит выходит. Нофаня забирает электроника. Предварительно это было то ли в коннекторе, то ли в окне. 3 в 3. 40 секунд до конца. Это было в окне. Это было в окне. И теперь все в руках Перфекта. Выход на базу Б. Хоббит через машину будет проверять позицию Перфекта. Перфектыч попадает по голове Хоббита. Хаешечка минус Абай. Но вот здесь открываться очень опасно. И есть понимание о том, что Нафаня двигается со стороны КТ. Забрал Перфекта Бит. Важнейшая перестрелка выигрывает с Валерой. 2 в 1. Интерс 1 против 2. И где Бомба? Не вижу Бомбу. Вот она Бомба. Вот она на руках. И Бит ставит точку в этом раунде. Сколько киллов он сделал? 3, по-моему. Да. И он идет на огневую упорную позицию. Но это сетап. Видишь? То есть там Элек возле него находится. В позднем тайминге будут сейчас Гамбит раскидывать базу. А, и прямо вот здесь, возможно, ключевой момент в этом раунде. Бомбыч забирает Нафаню. Бомбыч, двоих, троих! Четверых. Четверых! Квадрокиват Бомбыча. Как четверых? Троих, не сбивай меня. Там кто-то своего застрелил, по-моему. 4 в 2 ситуация. 35 секунд до конца. Бит оформляет Акселя. И Симпл ставит точку. Костелев с АВП где? Не вижу. А, тикетбок, да. В КТ вижу. Хоббит очень уверенно забирает Электроника. Как-то так непонятно здесь получилось по итогам. И, по-моему, Хоббит слышал о том, что Бумыч потопал, да, ушел в сторону АПЛЕНТА. Все еще не открылся Интерс через ковры. Камбит разыгрывает очень медленный раунд. Очень. И совершенно непонятно до конца, куда они пойдут. Куда пойдет бомба вообще. Бомба стягивается по А. Нави в меньшинстве стакают базу Б и, возможно, даже уже держат в уме сейв. Так, ну это интересное решение. Как будем все это дело выбивать? Будем ли вообще это делать? Ну, собственно, свой выбор Нави сделали. Одного Кирилла оставили на базе А. И он уже погиб от Интерса. Начинается активная стадия выхода. 14 секунд до конца. Бит Симпл делает по минусу. Аксель на люркере! Закапывает практически команду Нави здесь. И Симпл красный 1 в 2, наверное, уже думает над сейвом или что? Нет, ну все-таки... Пойдет до конца денег у Нави. Ну, кстати, возможно, кому-то и не хватит. Есть смысл сохранять, Сань. 5% здоровья. Тем более авик есть. Да, будем сейвить. Ну, была попытка, ждал. Игра шикарная в их исполнении. И сейчас нужно Нави запотеть для того, чтобы посмотреть на допы. Ну, поиграть их как минимум. Симпл первый фраг есть по Хоббиту. Абай как-то так открывался довольно активно через яму. В минуту 25 команда Гамбит вчетвером. Пытался Абай находить контактные перестрелки против Бумыча и Электроника. Но Саша Симпл с ВП все это дело пресекает с легкостью. Ну, вот хотелось бы увидеть какого-то экшена и больше действия от Шира. В принципе, игра такая довольно медленная. Всем хочется экшена, а его очень мало. То есть все буквально решается в каких-то там 5 секунд финальных, уже когда время идет к окончанию раунда. Это правда. Динамика у нас в этом противостоянии пока именно такая. Очень медленно, размеренно атакует команда Гамбит. Никто никуда не торопится. Электроник. А вот это было лишнее. Возможно, там была задумка. Да, то есть это был парный выпад вместе с битом. Но проблема в том, что Na'Vi не накинули флешку. 3 в 4 ситуация. Интерс через ковры. Возможно, сейчас даст килл по Бумычу. Бумыч играет очень закрыто и аккуратно. Интерс через ковры. Чекает под собой. И жмет топ-мид. Это, кстати, та самая история, в которой команды знают друг друга. Посмотри, какая душка. Валерчик до побачення. Он не ожидает на таком тайминге здесь Широ увидеть. 10 секунд до конца. Бумыч единственный оплот на Апленте. Постарается предотвратить установку бомбы. Перестрелка против Интерса заканчивается хедшотом от игрока Гамбит. Аксель все же поставил бомбу. И теперь выбивание 2 в 3. Как они это раскатали? Это просто нереально. 3 в 2 ситуация на ретейке команда Na'Vi. Префекта падает. Симпл 1 в 3. Есть смачок. Симпл знает о том, что на сэндвиче оппонент. Сейчас, по-моему, есть понимание о том, что есть ковры. И Симпл 1 в 3. Кто кого. Чекаем. Падает здесь. Симпл. Команда Камбит выигрывает первую карту в этом Best of 3 финале. Эта карта, ребята, из НАТУ Свинцера. Он не хочет, он не хочет, он знает, он знает, что находится на фланг, и он знает, что он имеет позицию. Он вообще не получает первую карту. Он не получает возможность. Он не получает. И он не получает. Субтитры сделал DimaTorzok